Всем привет-привет! У нас сейчас утро, очень пасмурно, дождя нет, как бы и не чувствуется, что он будет, но всё зволокло, всё темно, и уже другое настроение, другой настрой, и вообще даже просыпаться с толком не хотелось. Я гуляю с Малсюшей, сейчас погуляю с ним и вытащу Ваню, с Ваней погулять. Ну, в общем-то, мне надо купить помидор, купить для крема на торт ингредиенты. Помидор мне нужен также на салат, я придумала салат, хочу его воплотить в жизнь. И хочу купить бокс под таблетки. Я освободила полку, где у нас лежали таблетки, и они сейчас лежат просто в коробках и дожидают своей участи. Мы уже придумали, куда мы положим, осталось найти ёмкость. Вот пойдём в X-Price покупать ёмкость для аптечки, потому что, как они лежали вот в этом прикроватной тумбочке, это неудобно. А в ёмкости будет более комфортно, можно её взять, положить на стол и там капышаться, можно более увидеть, где что есть, так как она прозрачная. В общем, приняли решение, что купим специальную ёмкость под таблетки. И мне надо также там разобраться, чтобы понять, чего я с собой буду брать в санаторий. Поэтому как раз я убью двух зайцев. И разберу я эти ящики, непредусмотренные для этих вещей, и также соберу какую-то аптечку с собой. Смешно, конечно, звучит. Еду в лечебное заведение, в санаторий, где есть дежурный врач, где проводится лечение, и беру с собой таблетки. Но надо рассчитывать только на самих себя, чтобы потом не бегать, не прыгать, не искать, где же помощь, кто бы мне помог. Выдвинулись мы уже с Ивана в магазин. Идём, в общем, сначала в атак. За продуктами. У тебя есть какие-то планы по продуктам? Нет. Кроме моих? Нет. Сейчас счастливый человек, ничего не надо. Ну ладно, посмотрим. Бывает, кажется, не надо, а потом всё-таки что-то покупается. Ой, наш туристический фирм сюда переехал, Вань. Чё-то хлеб его надоел. Да, всё же, наелся? Да. Чё, знаешь, батон не будем брать? У нас там дома есть. Не, не надоел уже. Бутербродницу можно убирать. Пойдём дальше? Икорки бы чёрные. Мясо копчёное. У нас там есть чёрный, я не буду особо. Пойдёшь? Осталось. А я лепёшку куплю себе, узбекскую. Борщу. Тот я испеку. Пакарон смыгается. Ну что, убираем самую дешёвую? Сливки получают самую дешёвую. 102 рубля. Нам надо немножко. На салат. Фейхуа, может, возьмём? Давно не брали. Вон, пока по акции жёлтый ценят. Чё такое? Вот зелёненький фейхуа. Я вижу, что они зелёненькие. Что это такое? В годы нашей молодости ты не пил трофе с фейхуа? Пус с фейхуа. Какой нафиг трофе? Коктейль такой алкогольный трофе. Один раз в школе выпил, блевал потом. Дальше чем видел. И всё, больше не пил ни разу. Тяжёлое детство, Ивана, тяжёлое. Никак в жизни. Больше я не пила. Из коктейля. Понятно. Я любила. В стеклянных бутылочках. Ну ладно. Я прикольнулась по поводу фейхуа. Они так орятся. Тут также продаются вкусняшки, мороженое. Как я хочу. Тем более вот это за 4,61. И в месяц их много. Ой, какая она вкусная. А куда я после этого съела-то? Я купила тебе штук красно-белое, и то ты одну мою съел. Потому что их не ешь никогда. Они же не ем. Я берегу. А до этого ела. Да. Потому что до этого было лето. Вот взяла рожочек. Ваня разрешил. На 24 рубля. Калибре. Только здесь не написано. Без заменителей или с заменителем жира. Ну, нарушают, значит, закон. Все вовсю, да. Вот здесь, например, без заменителя написано. Ну, я это ела. Молоко, содержащее часть 12%. Все понял? Это молоко, содержащее часть 12%. 12% всего. 10 грамм молока. Да. Все остальное вода. Также здесь тут есть полуфабрикаты еще. Но это не про нас. Я просто сказала зрителям. Дальше мы идем по молочке. И я очень удивилась, что теперь царку продают. Царку? Да. Раньше не продавала. Она здесь дешевле, дороже? Не знаю, не обращала внимания. Вот такую сметану беру. На краспакции. Ой, сметану, творог. Просто такой творог, если я возьму твердый, мне его придется через сито протирать. Мне нужен именно жидкий. Нормально. Сметану пожирнее и погуще надо. Ну что, давайте вот эту 30 возьмем. Пойдет до 16 ноября. Какая маленькая сметана. Один раз. Здорово. Дома у нас есть сметана, так, чтобы ездить себе. Все, помидоры, творог, сметана я взяла. Ну и, в общем-то, все, что мы хотели, мы взяли. А, я хотела еще и вам посмотреть. А, короче, когда пойдем посмотрим, может быть, сразу же мне дорогу купим с собой. Ну, здесь в основном ничего нет. Одни крылья. Вот здесь голень, но как-то не очень. Ладно, еще посмотрю. До отъезда время есть. Узнаем. Пойдем, Ваня, не буду тебя соблазнять. А то уже все, глаза заведущие. Да? Это не в пакетик уже. Или пакетики. Вань, ну это дорогой, 92 рубля. А к чему вдруг он? Я думаю, что тот самый, чем-нибудь такой куплю. Поищу. Вон, за 18 рублей. Вот этот пакетик. С ароматом бергамота. Это дороговато. Дороговато. Я тебе вот говорю, смотри, с ароматом бергамота. 15, ой, 18 рублей. Вот тут 20 пакетиков. Да. Ты выедена? Нет. Там будет чай. Нет. Я просто тебе показываю. Ладно, я еще посмотрю. Я почему-то склоняюсь к тому самому. Я тут раз брала, мне понравился. В крайнем случае на работе куплю, я сяну-то пойду. Перед отъездом. Пойдем дальше. Лавровый лис. Лавровый лис. Ну да, такой. 4,8-5 рублей. Величательно. Все? Идем на кассу? Сейчас еще пройдемся, посмотрим, что проглянется и на кассу. Пойдем. Оцлик. Который попа пикается. Пойдем на кассу. Пойдем. Роделка. Внутренаж. В общем, все. Только не то, что мне надо. Иван грозится, что когда я уеду, вообще ничего покупать не будет. Я так не говорю. Ну, будешь экономить. Нет, я говорю, что на карточке деньги оставлю. Что мне приходит? Главный транжир о нашей жизни это я. Это ты. Зато и любит. Да? Согласись, согласись. Ну, любишь же. А давай интригу сохранять. Все, на кассу идем? Да. Ну, хорошо. Все, на кассу и дальше фикс прайс. Все, идем дальше. Фаня сейчас прям сконтролировала себя. Что ты? Контролировала себя. Чтобы что? Чтобы не поругаться. С кем? С работниками. С кассиром. Почему работник? Вес вперед нас. У меня очереди, чтобы пробить свои покупки. Я когда работала в магазине, я никогда так не делала. Я или приходила, когда не было народу, или вставала в общую очередь и пробивала свои покупки. Влезла, не извинилась, ничего, ничего не спросила. Потратили на нее время. Вообще, мне было непонятно, но я сдержалась. Хорошо. Я не ругалась. Мы идем в фикс прайс. Ты думаешь, там же, где и были, видишь, нету. Ага, точно. Путем общих споров и выяснений все-таки решили, что вот это. Точнее, я решила, и Иван согласился. Но я больше пользуюсь лекарствами. Ну, хочешь брать, бери. Ну, я больше пользуюсь лекарствами, мне это больше устраивает. Вот это будем брать. И по цене выходит, она тоже самая, 55 и 77. А нет, 99. 154 выходит, а это 199. Кто еще есть у нас в фикс прайсе? Это еда. Также всякое-всякое. В общем, в фикс прайсе можно найти много. Ну, нам вроде ничего не надо, да, Вань? Много всякого жирпотреба плохого. Ну, прекрати, многие люди заходят и многим нравятся. Пойдем дальше. Ваня, мечтование нашло мечту твою. Даже чем стирается. По башке стучать. Ты тут несколько слов напишешь и все. Закончил свою часть. Ну, ты смотри, как писать будешь. Ваня очень хочет доску, чтобы писать на ней можно было. Маркерную доску. Магнитная доска, двухсторонняя, с губкой. Отказываешься от своего счастья, Вань. Какой же я предлагала. Может, чипсы надо взять? Нет. Вот, попкорн я хотела. Точно, что хотела. Он тебе понравился? Да. Он практически такой же, как тот. Только это просто с солью. Так. Нет? Не соблазнился, Иван. Все, на кассу идем? На кассу идем. Замечательно. Дальше я иду в такой магазин. Иван, остается меня ждать. А мне надо найти землю для цветов. Что-то я думала, это гораздо легче купить, чем на самом деле оказалось. Так, вот почва цветочное счастье и грунт для фиалок. Это тоже непонятно чего. Для фиалок, это, конечно, классно. Но у меня у самой есть. Это тоже. Прикольно. Нету. Нету. Какие хорошенькие. А этот товарищ вообще, вообще, товарищ на складке. Ладно, побежала к Ване. Моего ничего нет. Где вы думаете, Иван? Ну, конечно. Свой любимый ДНС. Девушки пока нет, которые очки нам должны выдать. Да, очки забрать. Те, кто? Очки забрать. Пойду куплю пока лепёшку. Ну, здесь такие лепёшечки делают в тандыре. Вон тандыр. Ну, вот и всё, закончились наши закупки. Идём домой. Домой уже? Да. Всё. Лепёшечку я купила. Наниматься делами. Дома уже. Идём с Ваней. Кошка орёт. О, куда залезла в сток. Ну, как ты всё залезла-то? Бог ты мой. Ну, я думала, что это вот с этого подъезда, ой, с этого балкона. О, нет. У неё, видать, проблемы, если она орёт. Может, сходить, позвонить им в дверь. Вон, видишь, она. Кому им? Владельцам. И что, они выйдут через окно? Нет. Ну, нет проблем. Он раз и запрыгнул. Это тебе так кажется. А у него проблема, если он орёт и людей зовёт. Кошка спаслась. Перелезла она уже на козырёк. Поэтому всё нормально. Масуша я решила рассказать, что же мы купили. Купили мы всё-таки два мороженая. Одно мне кремлюля. Одно и ванну клубничная. Купила я на торт блинный сметану 30% и жидкий творог такой мягкий. Так. Купила я на салат помидоры. Попкорн. К просмотру фильмов. Лавровый лес купила. И лепёшку. Буду борщ есть. Вчера понравилось очень борщ есть с лепёшкой. Ну и контейнер для лекарств. Лекарств. Сейчас лекарства всё наложу. Покажу вам, как это выглядит. Да. А ещё вы можете меня поздравить. Поздравить с тем, что я посмотрела наконец-то все серии Marvel. Это Мстители, Торн, Человек-паук. Ну много-много всяких там было версий, серий. И всё-всё-всё я посмотрела. Я прониклась. Я поняла суть всего, что там происходит. И вчера уже смотрела заключительные серии, которые вышли совсем недавно. Было намного интереснее смотреть. Я до этого уже смотрела эту серию. Но не понимаю, кто, кем, кому является. И почему определённая реакция и поведение определённых героев. Сейчас я всё поняла, всё узнала. И хочу вам сказать, что было два момента в фильме, где я реально плакала. Причём в одном случае, под конец, я плакала очень сильно. Так растрогала меня, так я прониклась, так мне понравились все эти герои. В общем, фильм вот. Я теперь стала тоже, можно сказать, поклонником. И мне стало интересно. И я жду даже продолжения. Что же будет дальше, какая следующая будет серия. Что же выпустят, что же нам покажут. Попкорн купила. Люблю очень смотреть фильмы вот эти. Ну, разные. И именно с попкорном. Это в фикс-прайсе. 16 рублей, если не ошибаюсь, стоит. И будем смотреть. Теперь у нас на очереди. Тайная жизнь домашних животных. Вчера мы обновили себе память. Посмотрели первую серию. А сегодня будем уже смотреть вторую серию. Которая новая вышла. Я её ещё не смотрела. Тяжело быть богом, если не ошибаюсь. Тоже хочу посмотреть. Там Иван сказал в главной роли Ермольник. И очень тяжёлый фильм. Но хочу попробовать посмотреть. Заинтересовало название меня. А уже когда вернусь с поездки, у меня в планах посмотреть ещё раз всего Гарри Поттера. Я его уже смотрела, но у меня так как заболевание, и, наверное, даже в чём-то хорошо, у меня плоховатенько с памятью. И я многое что забываю. Поэтому уже подробности Гарри Поттера я практически не помню. Мы жили когда в изгнании с Иваном какое-то время. Получается, на даче. Мы жили зимой. Нам надо было месяц где-то перекомтоваться. И там не было телевидения. И мы смотрели вот Гарри Поттера. Приезжали туда с работы каждый вечер. Смотрели Гарри Поттера. Это было здорово. Мне очень нравилось. И сейчас я понимаю, что как бы общую сюжетную линию я всё понимаю. Всё знаю, кто кем является всё. Но вот подробности этой фильма я не знаю. Но помню, что я была очень заинтересована. Мне очень нравится. И всё замечательно. Поэтому я решила, что ещё раз посмотрим. Это уже будет, когда я вернусь. Потому что хочется посмотреть всё полностью. Серия за серией. И не делать больших интервалов. Такие вот дела. Пойду я Ивану угощать мороженым. И буду заниматься аптечкой. Разбирать. И в то же время собирать. Получается, к себе в дорогу. Мастуш, займёмся делами. Да? Ваня выбрал себе такое мороженое. Клубничное. Оно без заменителя жира. Пожалуйста. Вдруг ему что перепадёт. Ну что, пробуй, рассказывай, как мороженое. О-о-о. Ну, там вафля торчит. Я в основном мороженого не вижу сверху вафля. Я сейчас подумал, неужели такой сильный красный. В общем, и вафля даже клубничная. Ничего себе. Иван, как всегда, сидит, монтирует. Химозного ничего нет. Более-менее нормальное. Что это такое химозное? Это что? Химический вкус, химические красители. Вкусовые, ароматические. Попробуй. Нет, Маст, это мне. Ну да, на вкус. Как йогурт, можно сказать. Такой приятный вкус. Ну, подразмяк мороженое пока несли. Ну, пока несли, пока я снимала, да. Ждёт, ждёт. Чтобы ему хоть что-нибудь дали. А вдруг перепадёт в жизни. Счастье. Я тебя кормил недавно. Видишь, наголодный. Видишь, наголодный пылесосик. Всё, пошла я дальше разбирать аптечку. Очень хочу побыстрее уже разобрать. Мне очень интересно, всё ли войдёт в этот контейнер. И всё ли получится, как я хочу. Поэтому пошла разбирать. Как я и обещала, показываю вам результат. То, что у меня получилось. У меня вещи были все вот в таких контейнерах. Мы их уже давно купили. Ну, меньше, чем эти. В общем, тут 4 контейнера. Вот такие 4 контейнера я разобрала. И вот, что у меня получилось. Это вот наша основная аптечка. А это то, что я собрала с собой брать. Ну, конечно, понятно, это очень много. Поэтому буду сортировать. Но уже голова не соображает. Сейчас кушать пойдём и гулять. И спать будем, да? В общем, сами видели, он уже собрался нам. Голова не соображает. Будем сейчас ужинать. Пойдём потом погуляем. Поэтому я со всеми вами прощаюсь за новых видео. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok